Здравствуйте! В студии Эрик Егезарян. И сегодня я и мои коллеги расскажем вам о самых важных и интересных событиях в жизни Российского Университета Дружбы Народов. Студенты Российского Университета Дружбы Народов во главе с ректором Владимиром Филипповым заложили первый камень в строительство нового корпуса общежития РУДН. О том, как это происходило, далее. Сто стран мира в одном общежитии. В РУДН – это реальность. Студенты университета во главе с ректором Владимиром Филипповым заложили первый камень в строительство нового 15-го корпуса – кампуса самого интернационального вуза страны. Корпус общей площадью более 13 тысяч квадратных метров станет домом для 568 студентов. Сегодня исторический момент. В этом общежитии будут жить студенты из 150 стран мира. Им очень повезло. Студенты РУДН в национальных костюмах вложили в капсулу времени посланий будущим жителям общежития – символы благополучия и студенческого счастья. Жизнь в общежитии в РУДН – это много друзей. Открой! Мир! В одном университете! Ожидается, что к сентябрю 2018 года корпус будет готов к заезду первых жильцов. Новое общежитие расширит границы и поможет еще большему количеству хороших людей открыть мир в одном университете. Росбанк и Российский университет дружбы народов подписали меморандум о сотрудничестве. Что включает в себя данное соглашение, смотрите далее. Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов и заместитель председателя правления Росбанка Константин Артюх подписали меморандум о сотрудничестве. Документ отражает приоритетные направления совместной деятельности сторон, направленные на обмен опытом и актуальной информацией в области права, совершенствования учебного процесса и социально полезные цели. Сегодняшняя встреча и подписание меморандума знаковая для всякого привлечения событий для сторон. Мы начинаем сотрудничество с Российским университетом дружбы народов, ведущим учебным заведением страны. Мы заинтересованы в обмене передовым опытом в области права юриспруденции. Речь идет о стажировках студентов Российского университета дружбы народов в Росбанке, о совместных образовательных программах, об организации целого ряда мероприятий в области юриспруденции. Подписание меморандума о сотрудничестве выводит на новый уровень взаимодействия с действующими финансовыми институтами. Это выгодное сотрудничество, которое обязательно скажется на повышении качества финансового менеджмента в подразделениях банка и позволит университету обеспечить более широкую палитру подготовки специалистов для финансовой организации. И что особо значимо, их переподготовку с учетом современных требований, которые складываются в банковском деле. Мы планируем сотрудничать, приглашая студентов на стажировки в Росбанк. Мы планируем проводить совместные мероприятия, связанные с обменом опытом в области юриспруденции. Мы крайне заинтересованы в том, чтобы молодые специалисты получали нужный опыт работы в кредитных организациях. И думаю, что сегодняшнее подписание документов является хорошей основой для долгосрочного сотрудничества. Еще одним перспективным направлением является сотрудничество в рамках программы повышения финансовой грамотности молодого поколения, которое может быть реализовано проведением одноименных уроков начальных школ и подготовкой учебно-познавательного издания. Анастасия Колесниченко, Сергей Мартыненко, Новости ТВ РУДН. Экспертный круглый стол на тему «Актуальные вопросы социально-культурной адаптации детей-мигрантов в России и за рубежом. От теории к практике» прошел в Российском университете дружбы народов. В Российском университете дружбы народов прошел экспертный круглый стол на тему «Актуальные вопросы социально-культурной адаптации детей-мигрантов в России и за рубежом. От теории к практике». В ходе работы круглого стола были вынесены важные вопросы. Например, положительные практики. организации «Инфраструктура социокультурной адаптации детей-мигрантов» Российской Федерации, вопросы регулирования правового положения детей-мигрантов, а также проблемы выработки дефиниций в области социокультурной адаптации мигрантов. На сегодняшний день в Российской Федерации разрабатываются программы совершенствования обучения детей-инофонов в российских школах, подготавливаются различные предложения по созданию методических рекомендаций и обеспечению нормативной базы, учитывающих все аспекты культурной, социальной и этнической специфики детей-соотечественников. Мероприятию предшествовала пресс-конференция с презентацией новейшей учебной литературы по русскому языку, специально разработанной для иностранных граждан и их детей, обучающихся или планирующих обучение в российских школах. Авторский коллектив Российского университета «Дружба народов» представил вниманию общественности своей новейшей разработки 2016 года. В числе представленной учебной литературы особо были отмечены мультимедийные курсы «Русский язык. Да!» и учебно-методический комплекс «Изучаем русский язык. Россия. История и культура». Обучение, по которым рассчитано для детей, подростков, изучающих русский язык как иностранный. Вопрос интеграции и адаптации иностранных граждан в государстве – одна из ключевых задач социальной политики каждой страны. Анастасия Колесниченко, Илья Схасьянов. Новости ТВРУДН. На сегодня это все новости. С вами был Эрик Егиазарян. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова